Приветствую! Верховная Рада зарегистрировала законопроект 10.378 и законопроект 10.379. Первый предполагает изменение подходов к мобилизации в Украине во время военного положения, а второй изменяет ответственность за нарушение правил воинского учета и уклонение от обязанностей, предусмотренных мобилизационным законодательством. И сейчас мы будем рассматривать эти законопроекты не в целом, а рассмотрим лишь два вопроса. Вопрос номер один. А действительно ли теперь каждый мужчина обязан явиться в ТЦК и ИСП, даже не получив повестки? И второй вопрос. Какие последствия будут ждать мужчину, который не явился в ТЦК и ИСП? И, знаете, я не буду тянуть время, не буду рассказывать долго свое мнение по поводу этого законопроекта, скажу кратко и мягко. Он мне не понравился. А теперь давайте почитаем, что же в нем написано. Данный законопроект очень большой, мы начнем его рассматривать с 13-й страницы. Ссылочка на этот законопроект, естественно, будет в описании к видео, чтобы вы могли зайти и скачать и ознакомиться с его текстом. Так вот, на 13-й странице у нас идут изменения в статью 22 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И вот здесь мы видим часть третью, которая предполагает как раз обязанности по явке в ТЦК и ИСП. Ну и что здесь есть? Военно обязанные должны явиться, если получили повестку или мобилизационное распоряжение. Ну, прекрасно это мы знаем и раньше это было. Далее, резервисты. Не будем останавливаться здесь, да, резервистов не так много. Военно обязанные службы безопасности Украины тоже пропускаем. Военно обязанные службы внешней разведки пропускаем. Контрактников. Ну, понятно, они и так знают. Это контрактники, которые в резерве службы цивильного захиста прибывают. Это нас не касается, ну, широких слоев населения, а вот что касается. Касается вот этот абзац. И вот давайте его будем внимательно читать. Что здесь написано? Напомню, это основание обязанность явиться в ТЦК и ИСП. И вот кто должен явиться? Инши військовозобовязані протягом 60 днів здати початку проведення мобілізації, або протягом 20 днів здати її продовження. Зобовязані уточнити свої уоблікові дані через Центр надання адміністративних послуг, або электронный кабінет призывника, військовозобовязаного резервіста, або особисто у территориальному центрі комплектування та социальные підтримки за місцем своего перебування або знаходження. И что мы здесь видим? Во-первых, когда мы должны явиться? Все мужчины должны явиться в ТЦК и ИСП после того, как началась мобилизация. И, соответственно, исходя из того текста, который здесь есть, можно трактовать двояко. Кстати, первый вариант, что те мужчины, которые были во время военного положения в ТЦК и ИСП, они уже все, эту обязанность выполнили, и им не нужно являться. А вот тем, кто не был еще, тем обязательно нужно будет явиться в течение 20 дней с даты продолжения мобилизации. А когда эта дата? У нас на сегодняшний день мобилизация продолжена до 14 февраля 2024 года. И вот, соответственно, с 14, если ее продолжат снова, мы отчитываем 20 дней, то есть это какое там будет, 5-6 марта. И в течение этого срока все мужчины, которые не были в ТЦК и ИСП, должны обновить данные. И, конечно же, здесь написано, что данные можно уточнить через ЦНАП, вот, да, первый вариант, через ЦНАП, через электронный кабинет призывника военнообязанного резервиста. И вот тут у меня вопросы, а будет ли это до февраля уже все работать? Будут ли ЦНАПы иметь доступ к реестру ОБРИХ, да, а получается, что они должны иметь доступ к реестру, чтобы вносить туда данные? Либо так ли хорошо работает реестр, второй вариант, да, что мы сможем зарегистрировать удаленно этот электронный кабинет и, соответственно, обновить данные. Но мне почему-то кажется, что это работать не очень будет. Могу ошибаться, это мне так кажется. И, соответственно, останется третий вариант. Особысто у ТЦК и ИСП. Это наиболее реальный вариант развития событий. Конечно, я не представляю, что будет делать ТЦК и ИСП, когда сейчас к нему придет такое количество людей. Поэтому здесь, знаете как, вот как только этот законопроект будет принят, я рекомендую, наверное, идти уже людям обновлять данные. Почему? Потому что потом будут невероятные очереди. И если человек не успеет, то что? А вот тут и разберемся. А что будет, если человек не успеет в этот период обновить данные? Либо, ну вот он решит, скажет, не хочу я, все, это не мое, я не хочу. Здесь нам нужно обратиться к законопроекту 10.379. Именно там предусмотрена новая редакция статьи 210 прим, которая устанавливает ответственность за нарушение законодательства в сфере обороны, военной обязанности и мобилизационной подготовки и мобилизации. Здесь только одна санкция в виде штрафа в размере от 1500 до 2000 необлагаемых минимумов. А что это значит? Это у нас получается 1500, это 20, сколько там, 24 тысячи до 34 тысяч. Но это часть первая, это которая сейчас не применяется. Почему? Потому что сейчас у нас особливый период. Вот он, особливый период. А в особливый период уже другие штрафы. Штраф от 2000 до 3000. То есть, если человек не явится в ТЦК и ИСП в течение 20 дней после продолжения мобилизации, то он получит штраф от 34 тысяч до 51 тысячи гривен. Но, если вы думаете, ладно, я заплачу штраф и этим отделаюсь, не отделайтесь. Объясню почему. Но, во-первых, они изменяют статью 38 Кодекса Украины о административном правонарушении и срок давности по этому правонарушению 3 года с момента выявления. То есть, как минимум в течение трех лет, начиная с 24 года, можно привлечь человека. Но это еще не все. Здесь же, здесь дается право. Вот этот абзац почитаем. Вот в этом абзаце закреплено правило, согласно которому человека, который нарушил правила воинского учета или мобилизационное законодательство, его можно задержать, первый вариант, до трех годын, а в необхидных выпадках, ось, до трех дип. Вы вдумайтесь, человека, который не явился, можно будет задержать на трое суток. Трое суток. Это уже не три часа, это трое суток. Но если кто-то думает, что, ну окей, я заплачу штраф, пусть меня задержат, все равно отпустят, и на этом я отделаюсь. Не отделайтесь. Потому что, если мы вернемся в законопроект 10.378, и вот откроем страницу 67, то здесь мы увидим следующее. Посмотрите, что мы увидим. Вот эта статья. И вот эта статья говорит, что те люди, которые не выполнили обязанность, определенной частью третьей статьи 22 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, а мы как раз говорили с вами, что вот та обязанность явиться в течение 20 дней после продолжения мобилизации, это как раз часть 3 статьи 22. Посмотрите, что здесь предлагается. За поведомлением, керівника ТЦКК и социальной поддержки выносяться до единого реестру боржників и до них застосовываются наступные обмежения у виглядя. Первое. Заборону выезды за кордон. Вот. Заборона на проведение операций с рухомым и нерухомым майном. Обмежение права керування власным транспортным засобом и отримания посвящения водя. Обмежение права на користувание и распоряжение коштами и другими ценностями. Ведомы в укладении кредитного договора договору позики. Призупинение отримания пиль и послуг от государства. Вы вообще понимаете, что происходит? Вы оцениваете всю глобальность этого момента? Оцените. Оцените. Единый реестр должников был создан для того, чтобы те люди, которые по решению суда, компетентных каких-то других органов, должны деньги, алименты, например, или кредит человек не выплатил, долг кому-то не вернул, чтобы взыскивать через этот реестр то, что он должен. А здесь предлагают через единый реестр должников, который не предназначен для этого, по уведомлению руководителя ТЦК и СП вводить вот такие ограничения. То есть, грубо говоря, это арест на имущество. Да, это будет арест на все имущество. Ты не продать его не можешь, не передать. Счета заблокированы у тебя. И управлять транспортным средством ты тоже не можешь, потому что на ближайшем же посту тебя полиция остановит, увидит и заберет автомобиль. Когда мы смотрели заявления наших политиков, мы не верили в то, что такое возможно. Но оказалось это возможно. И теперь это законопроект, законопроект, который подписан премьер-министром, и он находится на рассмотрении Верховной Рады. И один вопрос, который у нас остался, как быстро его примут. Конечно, мне очень хочется верить, что найдутся депутаты, которые найдут в этом законопроекте такие недостатки, которые не позволят им проголосовать. И может какие-то комитеты дадут заключение и объяснят, почему нельзя голосовать за этот законопроект. Ну а это ж мы так думаем, да, что такое может быть. А может такого и не быть. А может наоборот, его примут максимально быстро, и мы вот со всем этим будем жить. По этому вопросу у меня все. Сегодня у меня уже одно видео вышло по поводу этого законопроекта, где я рассказывал, у кого отменят отсрочки. Вы его можете посмотреть на моем канале. Также и сегодня еще будут видео по вот этим законопроектам новым касательно мобилизации. И завтра я продолжу разбирать его, подробно вот так разбирая каждый вопрос, который интересен большому кругу мужчин. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить эти видео. И приглашаю вас в свой телеграм-канал, к слову, тоже. Там мы обсуждаем эти законопроекты. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.